Всем привет! Сегодня поговорим об охотничьем билете единого федерального образца, без которого просто-напросто невозможно быть охотником, и почему его нужно получить как можно скорее. А если вы смотрите это видео слишком поздно, к примеру, после 1 сентября 2025 года, как вообще его теперь получить? Более двух лет назад я снимал видео на данную тему, но тогда данная идея была рассмотрена только в первом чтении и планировалась к вступлению также более двух лет назад, но в связи с более насущными проблемами идея отложилась, но не отменилась. Речь идет об обязательном обучении и проверке знаний при получении охотничьего билета. Благо, данная идея была переработана достаточно сильно. В итоге 19 декабря 2023 года вышли адекватные изменения закона об охоте под номером 617 ФЗ, которые выносят все те же требования к обучению и проверке знаний, но, по крайней мере, на бумаге все выглядит очень даже адекватно. Данные поправки вступают в силу в два этапа, но касательно обучения и проверки знаний, все остается по-прежнему до 1 сентября 2025 года. На всякий случай напомню, что значит по-прежнему. Первое. Получить охотничий билет можно при наступлении возраста дееспособности, то есть 18 лет, либо раньше при условии вступления в брак, но это нюансы в целом законодательства, а не конкретно закона об охоте. Второе. Это касается не имеющих неснятую и непогашенную судимость. И третье. Ознакомившихся с требованиями охот минимума. Да, именно ознакомившегося, а вернее поставившего галочку об ознакомлении при оформлении через госуслуги, что, кстати, будет все еще прокатывать до указанной ранее даты. Что же нас ждет после указанной даты? Получить охотничий билет можно будет с 16 лет без всяких манипуляций. Второе. Нельзя иметь неснятую и непогашенную судимость, а также судебного решения о лишении права осуществления охоты. И третье. В случае первичного или повторного после аннулирования получения охотничьего билета необходимо пройти проверку знаний охот минимума. Причина аннулирования может быть несоответствие требованиям, указанных в законе, заявление охотника добровольное, судебное решение, либо смерть. Кстати, в старой версии закона смерть не являлась причиной аннулирования. Но тут дело в том, что создается реестр для контроля охот билетов. И чтобы не получалась ситуация, что у одного охотника по несколько билетов. Или билет числится за ушедшим в мир иной охотником. Теперь поговорим, что включает в себя понятие охот минимума. Согласно закону, охот минимум включает в себя следующие знания. Первое. Знание требований безопасности при осуществлении охоты. Второе. Знание ограничений охоты, а также иных параметров охоты, установленных правилами охоты. Знание основ биологии диких животных. А также охот минимум включает в себя следующие практические навыки. Это навыки безопасного обращения с орудиями охоты, не относящимися в соответствии с федеральным законом об оружии к охотничьему оружию. Второе. Навыки ориентирования на местности. И третье. Навыки обращения с добытыми охотничьими ресурсами. Согласитесь, все это очень полезные и важные знания и навыки. Но в первоначальной версии закона речь шла об обучении в сторонней организации, что меня очень возмутило, так как превращало все это в фарс и вытягивание денег. Но по итогу все сделали очень даже достойно. А именно, получение знаний все так же необходимо. Но приобрести его можно на выбор в трех вариантах. Первое. У саморегулируемой организации охотпользователей. То есть, в местном охотобществе. Второе. У юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение. То есть, в частном охотобществе. И третье. У своих товарищей, имеющих охотничий билет, более пяти лет. То есть, речь идет о давно забытом понятии наставничества, когда навыки и опыт передавались из поколения в поколение, с письменным подтверждением полученных навыков. Кстати, в законе содержится также вариант наличия образования в области охотоведения. В таком случае, для подтверждения получения навыков, входящих в охот-миниум, достаточно копии документа об образовании. Проверка у физических лиц знаний, входящих в охот-миниум, проводится органом исполнительной власти, субъекта Российской Федерации, осуществляющим выдачу охотничьих билетов в форме тестирования, без взымания платы. То есть, данное тестирование должно быть бесплатным. Перечень вопросов для проверки знаний, входящих в охот-миниум, и ответы на эти вопросы, естественно, утверждаются руководителем Уполномоченного федерального органа исполнительной власти и размещаются на официальном сайте данного ведомства, то есть, это региональные Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации, в интернете. Содержание тестов, используемых для проверки знаний, входящих в охот-миниум, должно включать в себя не менее ста, но не более двухсот вопросов. Так что все в целом разумно и направлено на развитие образованности охотников, которой порой, честно говоря, не хватает. Если вы смотрите данное видео до сентября 2025 года, то вы можете получить охотничий билет, поставив галочку на госуслугах об ознакомлении с правилами охот-минимума. А если после сентября 2025, то ищите себе наставника или наставников и получайте знания, которые бесспорно будут вам полезны. А на этом все. Спасибо вам за внимание и поддержку. Поделитесь этим видео с друзьями. Всем пока!